Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4. Это челлендж 7 пятниц на неделе, 57 серия. Добро пожаловать! Ребята, добро пожаловать в последний день голубой недели. Да, это последний день вообще цветной любой недели, потому что наша Вивиан в этой серии повзрослеет, она постареет. Мы отметим ее день рождения и станет она старше, она станет уже бабушкой. Ну, не будем говорить бабушкой, она просто станет пожилым персонажем и все ограничения этого челленджа будут сняты. Это, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, мне очень грустно будет посмотреть на пожилую Вивиан. Да, мне будет грустно на нее смотреть, но все равно все должно идти дальше. И поэтому сейчас наша Вивиан собрала своих детей, она собрала Нэнси, Вилфорда, конечно же, Лесли, она пока не может взять на собрание, я не знаю, на семейное собрание, потому что она слишком маленькая. И, в общем, она хочет своим детям объявить, давайте мы что-нибудь хорошее сделаем, какое-нибудь хорошее действие, душевный разговор и грустную историю. Нет, у нас грустных историй нет, у нас только хорошие истории, потому что эта история действительно хорошая. Вот, она хочет сказать своим детям, что, ребят, я хочу, чтобы папа Вилфорда и папа Лесли жил вместе с нами. Да, она наконец-то определилась, что она любит Виорана и хочет, чтобы он жил с ними. И в первую очередь она спрашивает... Ой, боже, по-моему, ребенок плачет. Вилфорд, ты там... Ой-ой-ой, никто не смотрит за детем. А ребенок говорит, а меня не спросили, говорит, решают тут без меня. А, у Нэнси пришла посмотреть за ребенком, ну это хорошо. В общем, в первую очередь, конечно, Вивиан переживает о реакции Нэнси, потому что это не ее отец. Но мне кажется, что Нэнси будет не против, тем более она понимает, что, да блин, иди лучше уже за ребенком смотри, потом с дочкой договоришь. Вот, мне кажется, что Нэнси прекрасно понимает, тем более она знает, что Виоран, он отец и Вилфорда, и отец Лесли. Ну, как выяснилось, что он теперь отец Лесли, до этого мы не знали. Вот, ну теперь мы знаем, и, в общем, Вивиан говорит, что ты, дочка, должна понять, что, ну, в общем, так получилось в жизни, что с твоим отцом у меня не сложилось. Так, хватит ребенка мучить, пожалуйста, успокой ребенка, а потом уже успокой младшую дочь, и потом решай уже проблемы со старшей. Я думаю, что Нэнси взрослый человек, она уже молодая, она все прекрасно понимает, что мама тоже имеет свои чувства, что ее папа уже давно умер, ну, и вообще не сложилось как-то с Крисом Синим у нашей Вивиан, а вот с Виораном, на удивление, сложилось. На самом деле, то, что сложилось с Виораном, это дело случая, потому что мы не знали, кто будет отцом этого ребенка до последнего момента, пока она уже не родилась, и только тогда мы узнали, кто же ее папочка. И скоро твой папочка придет и останется уже здесь навсегда, потому что он будет здесь жить, да не переживай ты так, ну, что такое, я не пойму. Так плачет, как будто она хотела, чтобы ее папа был Федот. Ты что творишь же, девочка? Давайте покормим ее, мы же покормили вроде бы, да, давай покорми ребенка, один раз, не надо два раза кормить. Вивиан, покорми, ребенок плачет, господи, хоть бы еще социальные работники к нам не пришли, этого только нам не хватало. В общем, ребят, я думаю, что сейчас наша Вивиан пригласит в гости Виорана, да, мы его пригласим одного, я не хочу устраивать большую вечеринку. Правда, дети уже, Нэнси завалилась спать, соседка наша тоже спит, и Вилфред куда-то пошел, а, Вилфред кушает. В общем, все уже разбредаются по своим делам, но мы их трогать не будем, потому что пока мы, на самом деле, мы не имеем права их трогать, блин, поломка. Пока наша Вивиан не станет пожилой, мы не можем никем управлять, мы управляем только Вивиан, вот так, потому что у нас такой челлендж. Давайте мы сейчас позвоним Виорану, пригласим его к нам домой, так, пригласить на свой участок, да, пригласим мы Виорана, где наш Виоранчик здесь. Так, да, постарел Федот, он уже был старый, мне показалось, что кто-то еще постарел, да, ли он постарел, или он уже был такой. Ну, город, на самом деле, потихонечку стареет, это Медбрат, с которым мы познакомились в прошлой серии, но наша Вивиан уже определилась в своей жизни, она поняла, что она любит Виорана, несмотря на трудности, которые у них были с самого начала. Мне кажется, Виоран ее вообще безумно любит, потому что это он за ней следил, это он нанял Изи, чтобы Изи за ней следил, и это он также нанял Федота. Поэтому, поэтому я думаю, что он достоин того, чтобы, в общем, стать мужем нашей Вивиан, потому что он, смотрите, как прибежал сразу, прыг-прыг, мы ему обязательно поменяем одежду, потому что он одет как подросток. Ну, с подросткового возраста я его так и не меняла. Давайте мы его познакомим с ребенком в первую очередь, потому что он не знает, и мы поделимся секретом, скажем, знаешь что, я от тебя второго родила. Ты не знала, вот я взяла и родила, он сейчас, наверное, и в бассейн упадет. Вот, от удивления, да, расскажи секрет, скажи, что пойдем с дочкой познакомлю, то я тебя недавно с сыном знакомила, у тебя сыночек есть, а у тебя еще и доченька, да, говорит, вообще круто. Вот, он вообще офигел, говорит, как это все произошло. Так, давайте мы сделаем сразу действие, нет, мы сначала к ребенку его подведем, да, так будет правильнее, давай иди посмотри на дитя, а как его вот сюда подвести, я не знаю, давайте вот пойдем и сюда присядем, вот, все сесть и поболтать. Он сразу увидит маленькую Лесли, на руки, я думаю, что ему брать сейчас ее не стоит, потому что она спит, он просто на нее посмотрит, на такую маленькую и поймет, что он вообще просиживает штаны и вообще жизнь его идет вся зря. Он что-то отвернулся, ладно, не получится у нас сесть нормально, потому что там кроватка мешает ему посидеть по-человечески, будем считать, что он посмотрел на ребенка, обомлел и говорит, как ты могла это все скрывать, две беременности, говорит, я ничего не знал, я хочу, говорит, остаться здесь жить, потому что я люблю тебя и у нас уже двое детей, короче, говорит, Вивиан, ты обнаглела, говорит, со своей непостоянностью, говорит, нельзя же так жить. Ну, Вивиан говорит, да, ну, короче, говорит, ладно, давай, манатки свои собирай и переезжай к нам домой. В общем, Вилфред, ой, господи, Виоран переезжает к нам домой, к своему сыну Вилфреду, к своей дочери, новорожденной Лесли, к своей любимой, непостоянной Вивиан, уезжает от своей сестры, потому что до этого он жил со своей родной сестрой, вот, ну и, конечно же, он станет отчимом для Нэнси. Нэнси уже довольно-таки взрослая девочка, она молодая, она все понимает прекрасно, я думаю, что она совершенно не против, тем более она понимает, что маленькой Лесли в первую очередь нужен папа, очень сильно нужен, у нее был папа, но вот он с ней не жил, и она понимает прекрасно, что будет намного лучше, если у ее сестры будет папа, который будет с ней постоянно. Ну и брату-подростку тоже отец очень-очень нужен, поэтому, в общем, я думаю, что Нэнси, ребят, не против. И, кстати, я уже очень рада, что ребенок получился от Виорана, я просто безумно этому рада, потому что, ну, теперь двое детей будут расти с отцом, и вообще, я вот сейчас думаю, что зря, наверное, я это все устраивала, нужно было сразу от Виорана делать ребенка. В общем, судьба все решила за меня. Так, ребенок, давайте поменяем пеленки, и... Ой, не-не-не, блин, что я им управляю? А что я делаю-то? Блин, ребят, ну ладно, мы сейчас быстренько тортик испечем, я немножко поменяла последовательность, нам нужно было сначала, нам сначала нужно было, чтобы Вивиан повзрослела, чтобы она стала бабушкой, а потом уже подселять к себе кого-то. Ну, я думаю, что это всего лишь технически немножко небольшая оплошность моя, я думаю, что вы меня за это не покусаете и не забросаете ничем. Так, наша Вивиан уже не будет, мне кажется, готовить. Давайте розовый торт, вот всем смертям назло приготовим розовый торт, она уже понимает, что надоел ей голубой цвет, это последний день голубой недели, со следующей недели я не знаю, либо я этот дом изменю везде цвета, либо вообще другой дом будет, короче, я еще думаю, я не знаю, как там будет дальше. Сейчас наша Вивиан нужно повзрослеть, да, сейчас разбудим все наше семейство, если оно, конечно, встанет, и будем уже заниматься нашей семьей, потому что нормально заниматься семейкой я не могу, вот. Ну, мы уже подсидели, господи, смотрите, что творит, вот жизнь у чувака, да, приехал, двоих детей увидел и сразу его говорит, ладно, я пока в бассейн, он что-то смущенный у нас, а что-то смутился-то. Купальное нердоразумение, потеря купальника, отвернитесь, купальник должен быть где-то рядом. Он когда прыгал, с него трусы слетели, Вилфред, ну ты даешь. Давайте посмотрим, он свой в доску активный и неряхо делец у него, черта характера, потому что он мечтает о хорошем доме, баллов счастья у него маловато, он уже работает сортировщик книг, у него второй уровень карьеры, как-то маловато. Да, он, кстати, недавно, получается, устроился на работу, потому что вроде как и не работал, или я уже не помню. Ну, так, давайте мы, Вивиан, задувать будет свечи, так, Виаранчик, ну иди сюда, как тебя позвать-то, чтобы не нарушать правила, чтобы на тебя не переключаться, ладно, бог с ним. Так, вот эту вот штуку мы в вазочку уберем, потому что не очень красиво она здесь смотрится. Все, ребята, мы выполнили все, что требовалось в этом челлендже, мы развили обаяние, ну, конечно, челлендж еще не закончен, если бы мы этого не выполнили, то мы имеем право до конца жизни Вивиан дальше развивать обаяние, но мы это сделали. В принципе, кексницей, наверное, мы уже имеем право не пользоваться, но я думаю, что мы будем это делать, потому что, как бы, Вивиан любит, и не может она на старости лет просто забыть свой любимый предмет. Мы родили троих детей, теперь можем выполнять... О, не, не можем, слишком сложно будет иметь женатого ребенка. Ну, в общем, трое детей, я думаю, что жизнь у Вивиан удалась, она прожила неплохую, скажем, жизнь. Надела, наградила кучу ошибок, выучилась на своих же ошибках, но родила прекрасных троих детишек, обзавелась огромным количеством друзей, потому что столько друзей, сколько у нее, вообще редко бывает, у нее столько подруг, уже и умершие подруги есть, и Изи, наш друг, и все они уже почили, к сожалению. Также много у нее предметов обожания, посмотрите, сколько у нее было асимов, с которыми она флиртовала. Ну, в общем, бурная, веселая, интересная жизнь у нее была, и, к сожалению, только сейчас она поняла, что хватит уже, нужно определяться в этой жизни. Давай, Вив, с днем рождения! Какой кусочек нафиг? Мы свечи не добавили. Давайте добавим свечи на торт, и будем, в общем, отмечать день рождения нашей Вивиан, пусть она становится пожилым персонажем, и пусть наш челлендж уже перетекает в другое русло, в спокойное русло, где мы завершим его счастливо. Боже, я не представляю, как она будет выглядеть, когда станет бабушкой. Я надеюсь, что она будет такая же красивая, такая же невероятная и обворожительная симка, потому что, ну, как по мне, она одна из моих самых удавшихся симочек. Она просто шикарная, ребята, она, как и бабушка, выглядит просто невероятно. Так, ну все, ограничения сняты с челленджа. Наша Вивиан пожилая, она все сделала, что нужно было в этом челлендже. Мы делали все по правилам, мы ничего не нарушали, мы прекрасно справились, меняли карьеру, потеряли к себе разных симов постоянно, меняли соседей. В общем, делали всякие абсурдные вещи, но самое главное, что выполнили правила челленджа. А теперь можем управлять всей семьей, поэтому, Вив, пойди, наверное, у нас тут все, ремонтника не надо вызывать, давай, иди, сходи в туалет. Мне кажется, что ремонтник нам нужен, да, пусть пойдет, вызовет мастера по ремонту, а мы переключимся уже со спокойной душой на Вилфреда, на Виорана. Я теперь их путаю с сыночком. Вот, и посмотрим, что там у него. У него, кстати, с потребностями все отлично. На работу ему 8 часов еще до работы. Я не знаю, будем ли мы дальше работать с ним. Вот, кстати, видите, Виоран был всегда предан Вивиану, и никого другого он больше не любит. У него нет больше ни с кем романтических отношений, потому что он думает только о ней. Вот, ребят, мне не верится, что я закончила этот челлендж. То есть, он еще не закончил вот эти вот последние серии. То есть, он будет официально закончен. О, это Мишель. Кстати, Мишель мы тоже управлять можем, и вообще теперь мы можем подселить к себе вообще, кого мы захотим. Да, мы правда можем подселить себе любого Сима. То есть, мы играем просто, как мы играем. Вот, я думаю, что это просто будет эпилог, и просто мы посмотрим на то, как закончилась жизнь Вивиан, и что у нас получится. Поэтому, в первую очередь, я хочу посмотреть сейчас, сколько баллов счастья у Нэнси. Блин, не хватает немножечко нам баллов счастья. Баллов счастья. Нэнси, давай просыпайся, выполним какое-то желание начать новую карьеру или обнять кого-то по-братски. Ребят, за карьеру нам дадут 57 миллионов, поэтому мы сейчас пойдем и найдем работу. Да, иди устраивайся на работу. Виаран, вставай, там ребенок спит. Ой, боже, Виаран, тебе надо тоже какое-то занятие придумать. Кстати, сколько, какой возраст у Виарана? У Виарана 4 дня до взросления. Блин, какой-то Виаран у нас тоже скоро пожилым станет. Так, куда же устроить нашу Нэнси? Давайте мы пока и устроим в карьеру писателя. Но я не знаю, будет ли она там работать, потому что пока мне эта карьера нужна только, чтобы мы получили баллы счастья. Вот, у нас уже 500 баллов счастья. И сейчас я куплю зелье молодости. Зелье молодости, так, где оно у нас тут имеется? Вот, зелье молодости 1500. Но куплю я его не для себя, не для кого-то из наших симов, а куплю я его для Мишель. Потому что Мишель у нас уже на грани, ей скоро умирать. А я, ой-ой-ой, как этого не хочу. Я вообще не люблю с симами прощаться, как вы знаете. Если у нас есть возможность продлить нашей соседке жизнь, то мы это сделаем. Мы потратим все баллы счастья и продлим ей жизнь. Давай, просыпайся. Теперь мы можем тобой управлять. Выпивай свое зелье, и сейчас мы будем устраивать твою жизнь. Не всем нашим симам, не всем нашим друзьям, Бивиан, удалось устроить жизнь. Но вот с Мишелью, я надеюсь, что получится. Она пришла поздравить в трусах такая нашу Вив. Бабушка в трусах, бабушка, ну хоть бы переоделась, что ли. Давай, молодей, живи дольше. И сейчас мы будем устраивать твою жизнь. Потому что вы знаете, что она детей иметь не получалась у нее с мужем. Давайте ее переоденем. Я хочу, чтобы... Почему я не могу ей сменить одежду? Мне не нравится, что она в трусах ходит. Вот, сменить одежду. Я чуть перепутала. Обычная одежда. Пусть она оденется. И сейчас мы воспользуемся компьютером и усыновим, удочерим. Я не знаю, что мы сделаем. Но, в общем, ребенка. Я никогда в Sims 4 еще... Вот поверьте, сейчас будет первый раз в жизни, что я буду усыновлять или удочерять ребенка. До этого в Sims 4 я этого не делала. Поэтому я не знаю, как там выбирается ребенок. Наверное, как-то рандомно. Или нам предложат... Не знаю. Не знаю. Не буду гадать. Давайте мы поищем. Кстати, а как усыновить ребенка-то? Через компьютер или нет? Семья. Усыновить? Тысяча? Ни хрена. Блин. Дорого как-то? Ну, ладно. Ладно. Ой, боже. Сейчас с Виарана опять трусы слетят. Ну, что творишь-то? Он, наверное, от того, что он свой в доску, он любит по-разному прыгать, смотреть. И нам детишек предлагают на выбор. Это круто. Это классно. Нам предлагают... Я хочу уже взять школьника, потому что пожила ей так уже наша Мишель, чтобы она побольше побыла с ребенком. Поэтому мы возьмем сразу школьника. У нас здесь и девочки, и мальчики. И я вот даже не знаю, кого нам взять. Два мальчика и четыре девочки на выбор. Давайте, наверное, ребят, мы воспользуемся генератором, чтобы, ну, как-то более правильно это было. Я просто, не знаю, я сама не хочу выбирать пол ребенка. И вот у меня в моем генераторе есть такая строчка, называется пол сгенерировать. Мы никогда ей не пользовались, потому что я не играю пока еще. Нет у меня ни одного еще челленджа, где нужно выбирать пол ребенку. Есть такой челлендж, который называется детский дом. Там нужно семейной паре усыновлять и удочерять детей. Так вот, там как бы нужно всегда выбирать. Прежде чем усыновить или удочерить ребенка, нужно выбрать пол. И выбирать пол нужно не самим, а с помощью генератора. Поэтому, в общем, я думаю, что будет неплохо, если мы в этом челлендже тоже воспользуемся генератором. И чтобы я не сама выбирала мальчика или девочку, а это выберет за меня компьютер. Ну что ж, давайте сгенерируем и узнаем, кто же будет у нашей Мишель. У нее будет девочка. Значит, мы сейчас с вами выберем девочку. Кстати, можно ей вот сгенерировать сразу мечту детства и черту характера. Так как у нее не знаем мы биологических родителей, мы сюда ничего вводить не будем. Потому что, по идее-то, дети все-таки от биологических все наследуют. Мечту детства, непослушная проказница она будет. И давайте черта характера для ребенка гений. Будет гением, непослушным проказником девочка такая. Ну, давайте выберем эти черты. Ой, подожди, ребята, у меня куда-то все пропало. У меня все пропало. Я не знаю, я ничего не нажимала. У меня дети пропали. Так, ну ладно, мы знаем, что это девочка, что это непослушная проказница. Давай ребенка нам усыновить. Я же вроде... Наверное, я куда-то тыкнула. А ну, боже, вернитесь все дети. Я надеюсь, что дети будут те же самые. Ну, блин, трусы их в себя хоть не спали, мужик. Ну, давайте посмотрим. Да не, вроде трусы на месте. Да, Вера? Неплохо. Нормально, он прыгает. Да, ребят, дети все те же самые. Только, по-моему, порядок поменялся, потому что вот эта рыженькая была здесь. Так вот, теперь я не знаю, какого ребенка выбрать. Я знаю, что это будет девочка, кстати, из... А, нет, вот Ольга-младенец. А это мальчики, потому что ее Ольга зовут, понятно, и что у нее желтенькая маечка, желтый бодик. Так вот, у нас есть Юлия, Надежда, Татьяна и Галина. И опять я не знаю, кого выбрать. Ребят, ну ладно, давайте еще раз воспользуемся генератором. Один будет Юля, Надежда будет два, три Таня и четыре Галя. В общем, давайте сейчас еще раз выберем ребенка с помощью генератора. В генераторе можно также выбрать цифру от нуля. Нуль нам вообще не нужен. Наверное, от одного правильнее будет. Да, от одного до четырех. То есть, включительно от одного до четырех мы сейчас сгенерируем число. И то, какое выпадет, того ребенка мы и возьмем. Потому что, как я вам говорю, что это не я усыновляю и удочеряю, это удочеряет Мишель. Поэтому будем считать, что это ее выбор. Итак, раз, два, три. Мы с вами выберем. Какой тридцать один нафиг? Господи, что это такое? Так, что-то у меня муж тут нахимичил. Оно должно, ребята, работать. От, от, от... Ну, у меня же все правильно вроде выставлено. От одного до четырех, да? Ребят, по-моему, он что-то у меня намутил. Я надеюсь, что он исправит. Я потом ему покажу. Так, ну, у нас первая девочка сгенерирована. Мы выберем первую, которая там предложена. Давайте попробуем теперь. Так, вроде все работает, да. А, до пятидесяти восьми генерируются числа. Я не знаю, что-то произошло. Давайте просто вот до пяти. А, нет, все работает. Я не знаю, какой-то глюк у нас был. Ладно, давайте выберем первую девочку и ее удочерим. Нет, все работает, все нормально. Итак, первая девочка это у нас Юля. Она такая немножко темнокожая. Блин, мы ее выбрали или не выбрали? Я ничего не понимаю, ребят. Я ничего не понимаю. Мы ее выбрали или не выбрали? Ужас какой-то. А, вот, все, усыновление ребенка тысячи символионов. Бежит, спешит мама. Будущее. Нам ее что, на машине привезли? А, не, не. А, она сама умотала куда-то. Да, она ушла. Она ушла за своим ребенком. Она удочеряет девочку. Ой, так получается, у нее уже будет черты характера и жизненная цель. Я зря это все выбирала. Я просто, ребят, впервые в жизни, поверьте, в Sims 4 завожу ребенка с помощью усыновления. Я никогда этого не делала. И поэтому для меня это все новое. Ну, и, честно говоря, мне даже интересно, как это происходит. Так, Вив, наша старенькая, даже не верится, ходит тут, смотрит, не может понять, что происходит. Почему Виоран... Ну, она знает, конечно, что он к ней переехал. Но ей как-то необычно. Она всю жизнь прожила сама. Всегда со своими детьми. Ребят, в следующей серии мы отметим день рождения нашей Лесли. Она повзрослеет, потому что я не хочу этот момент затягивать. Да, пусть она у нас станет девочкой уже постарше. И не знаю, куда мы переедем в следующей серии. Но, может быть, мы даже останемся здесь. Я еще подумаю. В общем, будем думать. Мишель, ты куда так далеко? Вот, Мишель Эдвардс возвращается домой с новым членом семьи. Ну, покажите нам, покажите нам счастливую маму. Покажите нам ребеночка. Вот, мы потом обязательно поменяем ей внешность, изменим. Где девочка-то? Ребята, а девочка, это Лесли наша. Подождите, мы что, не удочерили, что ли? Блин. Я не знаю, я никогда этого не делала в Sims 4, поэтому я ничего не могу понять. Ребенка, ребят, нет. Ребенка нет. Так, что нам написали? Мишель Эдвардс возвращается домой с новым членом семьи. Ну, либо у меня что-то со зрением серьезное приключилось, либо этого нового члена семьи я не вижу. Давайте посмотрим в ее дерево рода, что у нас тут изменилось. Ничего у нас не изменилось. У нас вообще ничего не поменялось. У нее есть муж. А ребенка нет. Так, главное то, что мы ей выпили зелье омоложения. Она у нас помолодела. И теперь у нее есть лишние 10 дней жизни. Как раз таки эти 10 дней, их будут достаточно, чтобы ребенок стал подростком. Так что девочка сама не останется. Я не буду там заводить ей сестру или как-то по-другому, как вы мне говорили. Или просто ребенок с подросткового возраста будет жить сам. Но я не пойму, где же эта девочка? Почему ее нет? Может быть, нам еще раз нужно удочерить, усыновить? Я не знаю. Давайте еще раз выберем. Блин, сейчас как удочерить. А деньги-то сняли? Вот гады. А бабло-то забрали? Ну, вообще непонятно, что ли. Вивиан, это вообще нормально, что ли? Что творится-то в жизни? Вивиан ходит счастливая, довольная. Да, скоро дочери твоей день рождения будем отмечать. Я не пойму, почему мы не можем удочерить ребенка. Но я не буду больше генератором ничего вводить. Я останусь при тех же параметрах. Мы выберем первого ребенка. Ну, что же это такое? Так, у нас уже другие дети. Ну, давайте тоже. Нет уже той Юлии. Да что ж такое? Я, ребят, не знаю. Ну, давайте теперь Надежду выберем, потому что она первая. Ужас какой-то. Ну, вот, мы выбрали девочку. Я надеюсь, что в этот раз не будет никаких проблем. Так, иди поменяй пеленки ребенку. Наверное, пеленки менять не надо. А тут Нэнси уже пришла ухаживать за своей сестричкой. И, ребят, не знаю, что происходит. Я понятия не имею, но с нас снимают уже вторую тысячу симолеонов. Вив должна приступить к работе через час. Не будем мы приступать к работе. Мы сейчас же позвоним и скажем, что мы берем отпуск. Насчет того, что... Наверное, мы все-таки уволимся. Но пока мы просто возьмем отпуск. А если будем увольняться, то уже в будущих сериях, пока нам денежки нужны. Тем более, возможно, мы переедем. Может быть, и останемся в этом доме. Но деньги лишними никогда не бывают. Давайте еще размножать лягушечек. Потому что две тысячи мы, блин, тратим на Мишель. Это что, теперь она двумя детьми обзаведется? Я не знаю, что будет дальше, как оно все пойдет. Давайте поставлю на быструю промотку, потому что я спешу увидеть Мишель. Надеюсь, что теперь Мишель... Вот! Вот теперь получилось. А что было тогда с той девочкой, я не знаю. Мы можем поменять ей имя, можем поменять фамилию. Но фамилию мы изменять не будем. А что с той девочкой было? Если вы знаете, то напишите. Наверное, глюк какой-то. Я иначе это никак назвать не могу. Так, и я думаю, что мы изменим ей имя. Только вот как ее назвать, я даже не подумала. Давайте девочку Кейти назовем. Потому что как-то Надежда слишком... Не, Надежда красивое имя. Но чтобы все имена были под один стиль, все-таки мы ее переименуем. Усыновление. Это вообще-то удочерение было. Ребята, это же девочка была. О, господи, я надеюсь, что девочка. Это сейчас пацана Кейти назовем. Вообще будет круто. Вот рыженькая девочка у нас теперь появилась. Давайте посмотрим на дерево рода Мишель. Мишель вообще в шоке. Такую рожу сделала. Говорит, кто это такая? Да, она троечница. Теперь у них есть ребенок. Что случилось с тем ребенком? Почему мы не смогли ее взять? Я понятия не имею. И у нее уже есть черты характера. Она, кстати, гений и непослушная проказница. Ребят, капец, я этого не выбирала. Игра сама выбрала. Короче, игра сама знала, чего я хочу. В общем, это доченька нашей Мишель. К следующей серии я ее переодену. И, в общем, да, будет, наверное, Лесли с ней дружить. Ну, почему бы и нет? Потому что Лесли в следующей серии у нас отметит день рождения. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.